Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, это Вы? Вас слушаю. Да, слушаю. Я представляю передачу Банка Римсовской газеты, зовут Натеря Валена. А, здравствуйте, 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 давно Вас не было слышно. Что там? Решили по мне всё? Что договорились? Решение опросов с долгом по карте. Мне пообещали всё это обучение. Я же и Вам заявил свои, собственно говоря, приоритетные возможности, и Вы, как по Вашей просьбе, я написал письма в банк и отнёс в том числе. А, Вы мне звоните, чтобы сообщить о решении, да? Я внимательно слушаю Вас. Спасибо, что не забыли про меня. Мы звоним Вам, чтобы решить запросы с долгом по Вашей карте. А, всё, давайте, конечно, 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 конечно. Что там ищили? И с чем связано Ваш мне звонок? Что значит, чем связано, сколько можно, барышня? Мы же, я же сейчас начал наш с Вами диалог с того, что я сказал, что на все Ваши вот просьбы, которые Вы мне озвучивали, я, собственно, очень дисциплинированно всё сделал. То есть, написал на Экционную почту отнёс. Я ещё раз просто повторяю Вам, если, может быть, Вы не знаете. Правда, по какой причине Вы не знаете? Потому что и руководство банка со мной связывалось. И вот. Вы вообще из банка звоните? А, может быть, Вы очередной мошенник, которые мне уже надоели? Отвечайте. Да мне не нужны Ваши номера телефонов. Я из собственной персоной сходил в отделение банка, отнёс письмо, написал, через почту отправил, и плюс ещё на электронный адрес написал письмо, где изложил ситуацию, объяснил всё. Но, более того, устно с Вашими сотрудниками я более часа разговаривал. И мы достигли консенсуса, и я решил, что всё-таки вопрос закрыт. А Вы мне звоните и начинаете всё вновь? Это что же за очковтиятельство такое? Объяснитесь, пожалуйста, барышня. Какое уклонение от обязательств? Вы меня сейчас слышите? Как это уклоняется? Уклоняется человек, который прячется, не идёт на контакт. А я уже все глаза прям озолил Вашим сотрудникам в банке. Это что же значит укрывать? Вы меня за кого считаете, в конце концов? Вы по себе судите, барышня? Я ещё не договорила. Какие ещё штрафы? Вы договорились обо всём. На всего 5,10% на сон просроченного основного долга. Платеж у Вас формируется 9-го числа каждого месяца. И после 9-го у Вас есть 25 дней для выпуска. Сейчас рекомендация банка – это оплату произвести с учётом платежа за август месяц. Послушайте, девушка, рекомендации банка, когда мы с Вами договорились, я принёс рекомендательные письма от своего руководства. Сколково, НИИ. Это было, по-моему, достаточно. Это бумажка, как Вы знаете, в знаменитой повести Булгаркова. Броня! Несламливая бумажка. Её невозможно проигнорировать. Те люди, которые из-за меня ручались. Если Вы хотите, я и Вам объясню, что у Вас там за набор идиотов-то, а? Я научный сотрудник. Я сейчас на пороге величайшего открытия. Все записываются. Я знаю! Да мне плевать! Клюной буквально на вот эти вот записывания. Вы меня пугаете? Я, собственно, пришёл в банке был у руководителя отдела. Я принёс письмо. Он прочитал, увидел фамилию под этим письмом, который менял. Я волнуюсь. Да что ж там происходит? Вы, что ли, совсем людей за людей не считаете, а? За меня такие люди поручились. Я ещё раз повторяю. Я на пороге величайшего открытия. Мы планировали четыре года. Я прошу только год. Один только год. Я Ваши все вот эти вот долги выкупить смогу и Ваш банк купить смогу, потому что я претендую на лауреатство в Нобелевской. Я лауреат могу быть в Нобелевской премии. Не могу сейчас договорить. Да что ж Вы мне там договорите нового? Давай, могу сейчас договорить. Договорите, договорите. Бестолковый. Вы, наверное, на троечке учились. Вы вообще что-нибудь заканчивали? Алексей Александрович, Вы готовы сейчас корректно разговаривать? А что же некорректного-то? Что некорректного? Я Вам задал простой вопрос. Мы будем с вами обсуждать. Не будем сажать личные, соответственно, характеристики сотрудников банка. А что же мне звонят, что ли, какие-то отщепенцы? Я не могу выяснить, в конце концов. С полноценным человеком я разговариваю или с роботом в человеческом обличии. Сумма составляет 9510 рублей. Требования банка до 6 сентября. Девушка, да я хлеба на квас перебиваю, чтобы сделать науку, чтобы вот этот шаг добиться. Вы мне какие-то свои 9 тысяч суете. Вам не стыдно? Вы не представляете, на пороге какого открытия я сейчас нахожусь. Словечество шагнет вперед очередным семимильным шагом. А вы тут мне 9 тысяч смешных. Эх, барышня, барышня. Алексей Александрович, я повторю вопрос. У Вас какое образование? Какое у Вас образование? Ёлки-палки. Мы не отвечаем на вопросы клиентов. Вы почему себя мы называете? Вас только и ты надо называть. Ну, хорошо, говорите. Я выслушаю Вас в очередной раз. Ваш вот этот бред неменяемый. Ну, хоть понимайте, что Вы сейчас на 3-4 начнете бредить. Бредить. Давайте. Бредите. Бредите. Как сказать, склоняется слово объедение? Если вы будете в таком плане разговаривать, Вам планов будет поступать снова. Да почему? Давайте. Говорите. 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 Я послушаю Вас. Нарушайте сейчас пункт 2-2-4. Общих условий. Как я его нарушаю? Вы, пожалуйста, аргументируйте тут же. Если Вы констатируете факт, будьте любезны, пожалуйста, аргументировать. А не просто фактами меня тут. Я человек от науки. Я привык слушать аргументы. Вы понимаете, что Вы не готовы к договору? Хорошо. Как я нарушаю? Я нарушаю пункт 2-2. Вам еще раз позвонить. Я нарушаю пункт 2-2. Далее. Я готов оплатить. Вы не постоянно перебиваете. Я готов оплатить. Мне все надоело. Давайте. Сколько надо там оплатить? В конце-то концов. Займу у родственников, что ли. Алло. Алло. Вы готов к разговору? Готов к разговору. Готов. 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 Нарушайте пункт сейчас 2-24. Общих условий Вашего договора. То есть в получении 60 дней есть вероятность полного исследования. Сумма будет составлять более 68 тысяч до 25 рублей, если оплату не производится. На данный момент 9,510. Актуальная сумма до 6 сентября включительно. Включена неоплата. С чем она связана? Так я и знал. Так я и знал. Вот сегодня сижу, я кушаю блинчики со сметаной. Я так думал, что такой день хороший задастся. Позвонил очередной робот в человеческом обличии. Вы понимаете, кто мне завизировал ходатайство о предоставлении рассрочки? Вы знаете такую фамилию? Чубайс Анатолий. Личная подпись стояла на бумажке я принес. Это вам не лягушек скрывать. Это высокие технологии. Нанотехнологии, если вы хотите. Вот я сижу блинчики кушаю, понимаете? И мне жена их сварила и жарила на сковороде. А все может быть так, что вы через год, уважаемая, возьмете кнопочку на принтере и нажмете, и вам блинчики вылезут целенькие и горяченькие. Благодаря кому? Благодаря мне. А вы мне сейчас какую-то ерунду несете. Какой долг? Я отдам исполняется долг. Благодаря тому, что прорву науку. Какую оплату гарантирую? Я тебе гарантирую, что у тебя мозги на бикень. Вот что я тебе гарантирую. Даже не знаю, как тебя назвать. Ты там работаешь в бездарность. На тройке училась в школе, а то и на двойке. Пошла тут работать людям. Голову морочить. Иди ты в жопу. Скради трубку, мразь. Надоели мне. Все, аппетит мне испортили. Лоботрясы бездельные.